Волжский Путь Можно восстановить, можно сделать красиво, погрузиться именно в историю здесь, родного края. Среди участников более двух сотен реконструкторов из ульяновских городов при Волжье. Всех их объединяет дух древности и желание окунуться в средневековый мир. Участники представили славянскую и скандинавскую культуру, а также культуру степных народов. Представители молодежного историко-культурного объединения «Святогор» из Пензы на фестивале не в первый раз. По словам самих реконструкторов, с каждым годом здесь становится все интереснее. Клуб наш занимается исторической реконструкцией Руси 9-11 века. Соответственно, все, что вы здесь видите, это точные копии по археологическим находкам вещей, которые были в 9-11 веках. Для того, чтобы понять, как человек жил тысячу лет назад, нужно себя поставить на место этого человека. Соответственно, нужно отказаться от всего современного. Волжский путь продлился в этом году три дня. Первый день был закрыт для посетителей. Реконструкторы разворачивали лагерь и вживались в эпоху. А вот днем позже пригласили зрителей. Мероприятие получилось зрелищным и масштабным. Впервые за всю историю его посетили более 12 тысяч человек. Дух средневековья здесь в каждой бытовой мелочи. Историю оживляют собственными руками. Сигнальный рог использовали с древних времен вплоть до 19 века для подачи сигналов во время войны или охоты, как наиболее хорошо распознаваемый и слышимый позывной. Расскажите, как правильно пользоваться сигнальным рогом? Если вы до этого играли на горне, вы знаете, как это работает. То есть мы его целуем и дуем в него. Расслабляя губы. Вот так это и работает. Чтобы глубже проникнуться в атмосферу средневековья, для зрителей подготовили ремесленные мастер-классы. Всех желающих научили писать древние грамоты, продемонстрировали мастерство раскрашивания игрушек, метания копья и стрельбы из лука. Гончарного дела, чеканки монет, изготовление стеклянных бусин и выделки шкур. Дальше я буду замачивать это в растворе с уксусом. Уложите уксус, соль побольше. Соль надо всегда добавлять, потому что соль – консервант хороший. Потом я снова буду это скрести, чтобы остатки мезги убрать. Участники фестиваля смогли поиграть в активные настольные средневековые игры, обучиться ткацкому ремеслу и посмотреть, как раньше красили ткани. Штамповка – это одна из древних техник нанесения узора на ткань при помощи красок и рельефных форм, называемых штампами. В современном мире ручная роспись по-прежнему используется для выполнения эксклюзивных творческих работ. Она использовалась больше для богатых комплектов одежды, то есть это было достаточно дорого. А в данном случае мы показываем детям историчные штампики, какие были для набойки. И современные ребята имеют возможность сделать свои платочки, салфеточки. Полученные знания и навыки в копилке, аутентичные сувениры в кармане. Тысячи гостей покинули территорию историко-культурного комплекса с улыбкой и новыми впечатлениями.